Книга «Открытым оком», том 8, вопрос 2112. Тема «Грех». В мире часто пользуются двойным стандартом. «Своих приверженцев судить не будут, а вот противников, сделавших такое же, будут проклинать. В церкви это есть», – отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. «Читая в житиях святых и встречая этот двойной стандарт, только мог плакать, что вот такие мы и есть. Веда в том, что писатели, жители, все это на полном серьезе выдают за святость. Даже если убили кого-то, то только бы ради веры, вроде бы ревность наша, все спишет». Второе царство 14.13. «И сказала женщина, почему вы, ты так мыслишь против народа Божия? Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого. Притчи 20.23. «Мерзость пред Господом, неодинаковые гири и неверные весы, недобро». Римлянам 14.4. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Господь восставить его». И если после всех безумств человек примет иночество, от него тут же вся пустыня благоухает, и такие льстивые дифирамбы волнуются до горизонта. «Наш» — это здорово, неизбывающего полку монашествующих прибыло. Сами-то неженатые, прибыли ждать не приходится, а потому надо все время иметь внешнюю подпитку. В кавычках «спасение только у нас». «Переходите к нам», кавычки закрыты. На этом сегодня вся старобряческо-монашеская проповедь из-за стокла. Афанасий Александрийский, память 18 января. Но царь по внушению Евсевия отвечал им еще более резким посланием, угрожая им, если они не умолкнут, извержением от сана. «Поступил же так благочестивый и добрый царь для удовлетворения своего гнева, и не потому, чтобы был расположен к корианству, но имея ревность, хотя и не по разуму, о том, чтобы между церквами не было раздора. «Кротким сердцем своим, любя мир, царь искал мира там, где его совершенно быть не может, ибо как еретичество может жить в мире с православием?» Стефан Новый, память 28 ноября. Исполняя патриаршее повеление, один воин подставил лестницу и стал подниматься по ней к образу с намерением сбросить его. Но случившиеся там благочестивые жены, распалившись ревностью по благочестию, выдернули из-под него лестницу и низвергли ее на землю. Воин упал, разбился и умер. А жены поспешно скрылись с церковью, где в то время находился патриарх, который стоял на святом месте, как мерзое запустение, заместившее святейшего Германа. Увидев патриарха, жены стали громко называть его разорителем святых догматов, наемником и волком, расхитившим овец, а не истинным пастырем ради стада Христова. Затем начали кидать в него камнями. Патриарх, испугавшись, немедленно направился к царю и возвестил ему, какое бесчестье нанесли ему, патриарху, жены. Разгневанный царь послал воинов с обнаженными мечами, чтобы наказать женщин, нанесших патриарху бесчестье. А те святые жены все были истечены мечами за проявленную ими ревность по благочестии. Наступила тогда великая печаль для православных. Многие из них были заключены в темницу, содержались в вузах, другие подверглись беспощадным мучениям и были убиваемы, а некоторые оставляли свои дома, тела и имения и, скрываясь от рук мучителей, убегали в пустыню. Ефрем Сирин. Память 28 января. В те годы жил еретик Аполлинарий, ложно мудрствовавший о воплощении Господнем. Он находчив был в словах и искусен в эллинской премудрости, вследствие чего сильно смущал Церковь Божию и многих увлек в свою ересь. Этот еретик весь труд свой и все старания от самой юности своей и до старости прилагал к тому, чтобы развращать православных и привлекать их в свое заблуждение. Он написал много книг против православных, из коих особенно замечательны две, так в них наиболее полно выражено все его душевное учение. Их он и употреблял как оружие, ведя борьбу с православными путем словесных состязаний. Эти его книги были положены на сохранение у одной женщины, сожительницы его. Преподобный Ефрем, узнав об этих книгах, изобрел против юридической хитрости свою, еще более изумительную. Он пришел к этой женщине тайно и весьма хвалил Аполлинария, называл себя при этом учеником последнего. Как бы желая научиться неизвестной ему мудрости, он просил женщину дать ему на малое время Аполлинариевые книги, которые она хвалканила, чтобы из них списать вкратце наиболее замечательные места. Женщина, будучи уверена, что это действительно ученик ее друга, дала ему обе книги с условием, чтобы он поскорее возвратил их и никому о них не говорил. Святой Ефрем, взяв книги, отнес в свою обитель и приготовил клей, все листы в них отгибая по одному склеивал, пока наконец не склеил все их так, что книги стали как бы одним куском дерева или камнем, причем ни одного листа нельзя было отделить от другого. Затем он отнес книги женщине. Она же, взяв их и не посмотрев внутрь, положила на своем месте. Случился потом спор православных с Иритюком Аполлинарием, состарившимся уже. Не обладая уже прежнюю находчивостью в спорах, имея слабую память по причине старости, он хотел достигнуть победы над православными при помощи тех своих книг, но взяв их, он не мог их раскрыть, так как листы были крепко склеены и окаменели. Он исполнился великого стыда и вышел с собора побежденным и посрабленным, а затем скоро от скорби и великого стыда он лишился жизни, позором извернул свою окаянную душу. Феодосия. Память 29 мая. В Константинополе были ворота, называвшиеся Медными. Они были построены еще во времена Великого Константина и Великцарским палатом. Над этими воротами находился Медный образ Спасителя, висевший здесь в продолжении 400 лет и даже более. Тот злочестивый патриарх вознамерился снять и предать огню сей честный образ, для чего и послал воинов с топорами на нечестивое дело. Когда начальник воинов тех саном с Пафари, приставив к воротам лестницу, начал подниматься по ней с топором в руках и уже готовился приступить к своему богопротивному делу, его увидели некоторые благочестивые женщины, случайно проходившие там. Увидали его также и на кении, в числе которых была и преподобная Феодосия. Они, разжегшись ревностью по иконе Христовой и побуждаемые сею блаженную Феодосию, воле всех их ревновавшей об честных иконах и преисполненную божественному мужеству и дерзновению, и на кении те побежали к лестнице и опрокинули ее на землю. Вместе с тем они низвергли и воина того, который, упав с высоты, весьма расшибся. Они же влача его по земле били до тех пор, пока он не умер. Затем с поспешностью пришли к патриарху Анастасию и начали поносить нечестие его. Они укоряли его, как волка, хищника, эритика и врага церкви Христовой. Потом начали битать в него камнями. Анастасий же, преисполнившись стыда и опасаясь, как бы не поднялся против него общенародный мятеж, поспешил к царю и возвестил ему нанесенными мужичными теми вещей. Возвестил также в убиении Спафария при вратах медных. Царь, преисполнившись в небо ярости, тотчас же послал воинов своих с обнаженными мечами, приказал им отомстить за бесчестие патриарха и смерть Спафария. И посечены были те святые жены за ревность, явленную ими по благочестию. Блаженную же Иннокеню и Феодосию, как более благородную по происхождению своему с большим вздерновением, исповедовавшую благочестие как виновницу всего происшедшего, царь приказал взять и заключить в темницу, нанося ей ежедневно по сто ударов. Так мучима была святая в продолжении семи дней. Святая преподобная мученица, девица Феодосия, священная, невеста Христова, предала свою честную душу, в руки бессмертного жениха своего отошла в небесный чертог его, будучи вечно двойным венцом и девства, и мученичества. Кирилл Александрийский. Память 9 июня. Когда, вопреки планам Феофила, был избран в епископы столицы святой Иоанн Златоуст, бывший до этого пресвитером Антиохии, Феофил затаил против него злобу и сделался опорой противной Златоусту партии. Он принял деятельное участие в сложной интриге против константинопольского святителя, результатом которой было низложение последнего и двукратное знание столицы. На соборе в Дубне, составленном врагами Златоуста, с целью низложения его, Феофил присутствовал в качестве председателя. Вообще отношения его к Златоусту были такого свойства, что ложатся темным пятном на его имени. В остальном Феофил был довольно мудрым иерархом и сделал много полезного для Александрийской церкви. Авдор. Память 31 марта. Святой священно-мученик Авда жил в царствовании императора Феодосия-младшего и был епископом в Персии. Он разрушил храм огнепоклонников и за это был схвачен и приведен к царю. Царь Ферва кротко велел ему восстановить разрушенный храм. Но когда он ответил, что сделать этого не может, то послал воинам разрушить все христианские храмы. После сего гонители стали преследовать христиан и, не разбирая возраст, различными способами стали придавать их смерти. Первым из них после разнообразных мучений был утечен мечом священно-мученик Авда. А спустя 30 дней после сего были казнены смертью и другие святые мученики, между ними святой диакон Вениамин. Ему мучители воткнули сперва под ногти пальцев, на руках, на ногах заостренные спицы, а потом посадили его на пол, отчего он и предал дух свой в руки Господа. Повесть о том, как обрели Ризу Богородицы. 3 июля. Сказание о положении честной Ризы при святой Девы Богородицы во Влахернской церкви. Услыхав о Ризе Пречистой Богоматери, Галвин и Кандид преисполнились ужасом и несказанной радостью, они со слезами обещались хранить доверенную им относительно Ризы тайну. После сего они упрашивали ту женщину дозволить им пробыть при святой Ризе в той комнате в молитве всю ночь, и женщина не запретила им всего. Тогда, войдя внутрь комнаты, они заметили ковчег, стоявший на их отчетном месте, в котором находилась святая Риза. Увидали также горевшие кругом его лампадки и ощутили сильное ароматное благоухание. Затем они начали усердно поклоняясь, со слезами высылать Богу и Богородице горячие молитвы. У них обоих была одна мысль, да вы бесценное сокровище досталось царствующему брату. После сего сговорившись, они вымерели ковчег в ширину, длину и высоту, и сохранили весь вид его в своей памяти, а рано так же и то, из какого он был сделан деревом. Позвали плотника и приказали ему сделать из старого дерева ковчег в точности такого вида и размера, какой они ему указали. После того, как ковчег был сделан, Галвик и Кандид купили для него златотканное покрывало и возвратились своей дорогой, держа путь к той женщине. Когда они прибыли к дому женщин, то показали ей златотканное покрывало, упрашивая женщину покрыть им ковчег в честной ризе при чистой Богоматери. Затем они снова начали просить женщину дозволить им как в первый раз совершить сыночное с молитвой стояние при ковчеге. Получивши разрешение, они пали пред ковчегом лицами на землю, мочили землю слезами, усердно молясь при чистой Деве Богородице, дабы она не возбранила им прикоснуться к своему ковчегу с ризой, целью взять его с собой. Когда наступила уже полночь, все спали, они со страхом взяли ковчег, вынесли его из дома и спрятали свои колесницы. Вместо него они внесли в комнату тот ковчег, который наподобие первого сделали, они из старого дерева в Иерусалиме, поставивши его на том же самом месте, покрыли его златотканным покрывалом и до рассвета оставались на молитве. С наступлением дня они возблагодарили ту благочестивую женщину, просили с нею и дав милость им нищим, отправились в путь. Возвращаясь к себе, они шли поспешно с несказанной радостью, дойдя до Константинополя, они сначала никому не рассказали о принесенной ризе при святой Богородице, желая у самих себя скрыть то бесценное сокровище, устроивши затем в своем доме небольшую церковь во имя святых апостолов Петра и Марка, поставили в ней не на открытом, но в потаенном месте тот ковчег со святой ризой. Но когда они заметили, что не могут утаить ризы Богоматери по причине происходивших от нее чудес, тогда отправились к императору Льву Великому и супруге его, царице Верине, и возвестили ему, а равно также святейшему константинопольскому патриарху Геннадию обо всем происшедшем. Сие последние, исполнившись несказанной радости, отправились в дом Галмина и Кандида и в их церковь. Здесь открывши тот честной ковчег, увидали в нем святую ризу при чистой Божьей Матери, не истлевшую в течение стольких лет, и благоговейно со страхом прикоснулись к ней, любезно лоб за ее устами и сердцем. Затем, взяв ее оттуда, понесли со славою при всенародном торжестве во Влахернскую церковь. При чистой Богородице положили там украшенным золотом, серебром и драгоценными каменями ковчеги. После этого они поставили, постановили ежегодно праздновать положение ризы во второй день месяца июля. Время деньги в детстве услыхал, но, читая Слово Божие, подметил, чтоб не делал, спал, сидел, пахал, все равно летим мы, как комета. Время нервозвратное есть тайна, из безвремения какого появилось и куда уйдет, когда настанет вечность, когда небо свитком свилось. Нам отпущена такая капля малость, порошинка, менее того, миг прошел поменьше, что осталось. На себя, на ближних, на врагов, сколько суеты, успеть скорее, опоздал, проспал, не поспешил, солнце к западу и кровь уже не греет, от сокровища остались лишь гроши. Не спеши при чтении Слова Божья, молишься, когда к Творцу Вселенной. С вечностью соприкоснуться можно, жертвуя, конечно, только тленным. Стрелки у часов то вверх, то вниз, машут безучастно, вправо-влево. Чем наполнены сосуды той жизни? Что в основе у Адама с Евой? Деток нарожать и схоронить, пищи наготовить, уничтожить, время разрушает и гранит. На кого мы в суете похожи? Однодневки, мотыльки, снежинки, капельки дождя и дым и пар. Мы родились праздновать поминки, невелик от суеты на вам. Только тот, кто с Богом примирился, для Христа и ближних жил в любви, временным сумел распорядиться, не возропщик на часы своим. 17 сентября 2003 года. Игнатий Тихонович Лапкин. Игнатий Тихонович Лапкин.